Внесение изменений в концессионное соглашение по строительству школы в Сургуте вновь привело к дискуссиям. Чиновники мэрии вышли к депутатам с предложением согласовать поправки в документы, сдвинуть сроки проектирования образовательного учреждения в 30-м А микрорайоне. Соответственно, корректируется и график платежей. Но, как и месяц назад, когда подобный вопрос уже возникал, камнем преткновения стала формулировка, существенны ли это изменения и требуют ли они согласования с антимонопольной службой. При этом, как подчеркнули в парламенте в соответствии с федеральным законодательством, полномочия в регулировании таких вопросов и сопровождении концессии принадлежат администрации муниципалитета. Спикер парламента Надежда Красноярова предложила документально определить новый порядок, исходя из уже наработанного опыта заключения и реализации таких инвестсоглашений. Мы с вами связаны с нашим решением Думы за номером 604 управления муниципальным имуществом, где у нас есть кунт о том, что Дума города согласовывает заключение концессионного соглашения на все изменения заключенные концессионные соглашения. У меня вот такое предложение, как бы, вот этот проект отправить вам на доработку, другого у нас нет, то есть отдать его вам вернуть, а нам вернуться к 604-му на рассмотрение на комитете по нормотворчеству все-таки наших полномочий. Деньги за планированные работы ведут. В Думе Сургута традиционно обсудили вопрос строительства парковок у медицинских учреждений. Тему народные избранники держат на контроле уже три года и возвращаются к ней раз в квартал. В 2017-м определили реестр учреждений здравоохранения, нуждающихся в расширении автостоянок. Два года назад подготовили территорию у детской поликлиники на Сибирской улице. В 2019-м расширили паркинги возле окружного кардиодиспансера и пятой поликлиники. В текущем году такие же работы идут на улицах Губкина и Энергетиков. При этом объект у здания консультативно-диагностической поликлиники СОКБ фактически уже готов. В настоящее время процедуры мероприятия по передаче будут переданы до 30 ноября 2020 года. В настоящее время заключены муниципальные контракты, узнаем, пир по четырем парковкам, которые обозначили срок окончания работ по трем из них. Это конец 2020 года. СГП-4 номер 4 на набережной переходит на следующий год. Речь о проектах автостоянок возле второй поликлиники на улице Федорова, детской и взрослой стоматологии на Пушкино и проезде советов соответственно. А также у ГП-4 на проспекте набережном и у здания клинической психоневрологической больницы на улице Юности. Реализация этих проектов позволит добавить 56 парковочных мест. Подрядчики примутся за работы в следующем году. Пока нет информации по реконструкции стоянок у больниц на Студенческой, Саянской улицах и второй очереди возле кардиодиспансера. Кроме того, по заверениям представителей медицинского сообщества в городском парламенте обсуждается вопрос строительства многоэтажного паркинга. Он расположится у Медгородка Сокобе. Все-таки я думаю, что нам придется проработать решение по возможному строительству многоуровневой парковки. Эти вопросы уже рассматриваются. Когда запустят поликлинику, там, конечно, загрузка будет. Потом просим рассмотреть и тоже научить этот вопрос, насколько это реально в ближайшее время сделают. Иначе улица энергетиков у нас, на улице энергетиков, как я сказал, будет коллапс. Продолжение следует...